Здравствуйте, дорогие друзья! Это второй выпуск из серии гайдов, и он посвящен Лайфстилеру. За долгие годы заключения цепи заключенного прожавели насквозь, как и его мозг. Найкс уже не помнил, кем он был раньше, что он тут делает, кто эти люди, почему он заперт в этой камере, и даже потерял желание выбираться из тюрьмы. В нем волшебник увидел идеального исполнителя своих планов и, применив заклинание заражения, внедрился в тело Найкса, надеясь расшевелить страшное существо, в которое превратился в вор, и заставить то пройтись по подземелью кровавым ураганом ярости и разрушения, пока сам маг тихо и мирно затерялся бы в суете и сбежал. Только вот сила, встреченного им в Найксе безумия, была так велика, что воля мага сломилась, и разум его улетел куда-то далеко-далеко в океан сумасшествия. А вот Найкс, которого растолкало тысячелетий безумного бездействия, внезапная инъекция новой жизни, пробудился и подчинился бесплотному голосу у себя в черепной коробке, который повторял лишь одно слово – сбежать. В тот момент родилось то, что теперь мы называем Лайфстиллер. Волны безумия, исходившие от существа, разнесли сознание стражников на мелкие кусочки, и те сами разорвали друг друга, открыв двери темницы. Лайфстиллер же, сбежав из подземелья, оставил проржавевшие камдалы на себе как напоминание о том, что больше никто не посмеет ограничить его свободу, но до сих пор он остается узником. В расхристанном и извращенном существе живут две личности – безымянный хитрый злобный вор и хозяин, чьему голосу вор подчиняется или делает вид. Лайфстиллер является очень сильным керри-героем, наводящим ужас на всех стадиях игры. Начнем с того, что основным атрибутом Лайфстиллера является сила. Силы у него на первом левеле 25, 18 агилы и 15 интеллекта, мувспид 315, всего лишь единица армора и 62 демаджа. К минусам данного героя можно отнести скудный запас маны, ну и армора у него тоже маловато. Плюсов у Лайфстиллера огромнейшее количество, перечислим самые важные. Разнообразие способностей Лайфстиллера позволяет убивать как в соло, так и комбинировать свои способности с тиммейтами и убивать вместе с ними. Лайфстиллер является одним из самых живучих героев в доте благодаря своим способностям. И конечно же к плюсам нужно отнести его огромнейший фокус демадж. Теперь перейдем к обилкам героя. Первая способность Лайфстиллера называется Рейдж. При ее активации мы получаем спелл иммун и дополнительный атак спид. Стоимость 75 маны, кулдаун 17 секунд, дополнительный атак спид 30, 45, 60 и 80 единиц, время действия 3, 4, 5, 6. Стоит отметить, что множество бафов и дебафов пропадают при активации рейджа. Множество способностей в доте пробивают рейдж Лайфстиллера. Самые распространенные из них это ульта Бестмастера, Блэкхолл Энигмы, Лассо Бэтрайдера и ульта Бэйна. Перечислять на самом деле можно долго. Вторая способность Лайфстиллера называется Фист. При помощи этой пассивной способности мы вытягиваем жизненные силы из противника, нанося ему урон 4, 5, 6, 7% от текущего запаса здоровья. Третья способность Лайфстиллера называется Опен Баунс. Данная обилка позволяет замедлить врага, стоит 110 маны на всех уровнях прокачки. Кулдаун с 24 падает до 12 секунд, рейдж каста повышается с каждым уровнем прокачки 200, 300, 400 и 500. Время действия 8 секунд, максимальное замедление 70%, Лайфлич составляет 15, 20, 25, 30%. Что значит Лайфлич? То есть любой дэмэдж, который будет нанесен в виде магического урона, физического урона, при помощи предметов, будет восполнять вам здоровье в процентном соотношении. Стоит отметить, что тиммейты также восполняют ХП. Если Лина заюзает любую свою дамажущую обилку, либо ударит с руки, также восполнит свое здоровье. Ультимейт Лайфстиллера называется Инфест. Он стоит 50 маны, радиус поражения 700, кулдаун 100, дэмэдж составляет 150, 275, 400. При помощи данной способности можно спрятаться в любого союзного юнита, как в героя, так и в обычных крипов. Что касается вражеских юнитов, то в них тоже можно спрятаться, но нельзя прятаться во вражеских героев. При использовании Инфеста на вражеских крипах или нейтралах, Лайфстиллер восстанавливает свое ХП, эквивалентное к количеству ХП крипа. Стоит отметить, что если использовать Инфест на союзных крипов, то ХП вы себе не заполните. Инфест на союзных крипов Чаще всего профессиональные игроки используют Лайфстиллера в качестве керри на трипле, либо в качестве соло персонажа, которого отправляют либо на изи лайн, либо на хард лайн, но против тоже так же соло героя. Лайфстиллера очень часто используют в качестве лесника. На профессиональной дота сцене это происходит гораздо реже, поэтому мы рассмотрим два варианта. Соло Лайфстиллер и Лайфстиллер, который стоит на трипле в качестве керри. Рассмотрим вариант, при котором Лайфстиллер будет стоять соло, игра в рамках Т3, Натус Винцеры против Оранж, керри команды Натус Винцера Хвост будет исполнять на Лайфстиллере. Начальный закуп Лайфстиллера выглядит следующим образом, щиток, топорик, танго и фласка, причем танго ему подарил пупей. Для того, чтобы максимально перекрепить своего оппонента, Хвосту приходится прокачивать фист, в случае чего у него есть, конечно же, опен ваунс на единицу, если фурион начнет очень сильно наглеть. Ну а если вдруг придется с ним драться уже всерьез, то можно подключить и рейдж, который тоже изучен на единицу. Что касается гангов, рейдж также может спасти от этих гангов. Изначально Хвост нападать не собирался, поэтому опен ваунс изучен всего лишь на единицу, но ближе к 8 минуте он приобретает фейзы барабана и ему необходимо нападать, а для этого нужны опен ваунсы и он изучает их уже на 3 единицы на 8 левеле. Про максив опен ваунс мы принимаемся за рейдж, далее берется инфес, снова рейдж, еще раз рейдж, на 14 изучается фист, далее атрибут бонус, так как изучать больше нечего, инфес на 16, и с 17 по 25 изучаются атрибут бонусы. Комбинация барабан и фейс делают лайфстилера очень мобильным. Что касается армалета, это самый дешевый и эффективный демедж айтем на лайфстилере. Далее покупается сейндж, так как дпс вполне достаточно как от самого лайфстилера, так и от тиммейтов, и нужно чуть больше вытанковывать демеджа, поэтому берется именно этот айтем. Ну а далее покупается яша, и в принципе на этом игра заканчивается. И вновь на тусвинсере против оранж, и вновь хвост на лайфстилере, но в этот раз лайфстилеру будет у нас стоять на трипле. Начальный закуп лайфстилера выглядит следующим образом, айрон брендж, стауд шилд, фласка и танго. Стоя под протекцией двух суппортов, лайфстилеру нужно постараться как можно быстрее стать боеспособным. И для этого лайфстилер на седьмом левеле имеет на три единицы изученный опен ваунс, на две единицы изученный рейдж и фист на единицу вместе с инфестом. Что касается фейсбутс, я думаю здесь нет никаких вопросов. Дополнительный мув спид и демедж это то, что нужно лайфстилеру. У команды Оранж очень много кастеров, и Маджик Ван становится следующим айтемом у лайфстилера. Маленький монопул лайфстилера, о котором мы уже говорили ранее, дает о себе знать, и обычно он решается при помощи приобретения барабан. Но в данной ситуации игра складывается не лучшим образом, барабан и довольно дорогостоящий айтем по сравнению со стиками, и гораздо дешевле купить именно себе Маджик Ван. Что касается армалета, конечно же фастом нужно выходить именно в этот айтем, он самый эффективный, самый дешевый, и конечно здесь даже выбирать не из чего. Если от лайфстилера помимо высокого фокус демеджа требуется еще дизейбл, ему приобретается башер. В данной ситуации башер грейдится еще и в Абисал Блейд. И на этом игра заканчивается, но если была бы возможность, я думаю здесь обязательно появилась Бакераса, далее МКБ, либо Дейдаус, ну и может как вариант Тараска. Рассмотрим теперь лайфстилера в качестве лесника, но при этом мы будем еще использовать в качестве бонуса нестандартный айтем билд. Для фарма в лесу лайфстилеру достаточно купить щиток и топорик, на крайний случай потребуется фласка, и каким образом фармить в лесу вы можете посмотреть в данном ролике. Суть нестандартного айтем билда заключается в том, что вы его можете использовать только тогда, когда вы не являетесь основным кири своей команды. Первым айтемом выфармливается Power 3, далее делается Mask of Madness и сразу нужно постараться кого-то загангать, после чего вы приобретаете либо себе Бладмейлы, либо два Кристаллиса. Если у вас есть возможность бить оппонента после окончания рейджа, то конечно же вы выбираете два Кристаллиса, это некая замена Дезолятору. Цена примерно та же самая, в ДПС примерно тот же самый, но к сожалению, так как у вас есть уже Орб, вы не можете себе позволить Дезолятор. Если же после окончания рейджа вас накрывают медным тазом, то вам придется приобрести себе Бладмейлы, так как враг просто-напросто будет сам себя убивать, либо вы нанесете ему сами демод, если он вас не будет бить в ответ. Что касается остальных айтемов, тут уже все будет зависеть от ситуации. Если вам требуется танковать, вы приобретаете либо Кирасу, либо Тараску. Если вам нужно больше дамажить, это Abyssal Blade, МКБ, Дейдалус и так далее. То есть все будет зависеть именно от ситуации. Хорошими союзниками для Лайфстиллера являются такие персонажи, как Штурмспирит, Акаша, Пак и множество других героев, которые приобретают себе даггер для использования инфест-бомбы. Ну в общем-то и все, что хотелось рассказать про данного героя. Надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо за внимание. Играйте в доту, получайте удовольствие. Не болейте. Подписывайтесь на канал. Всем пока.